О важности использования ремней безопасности написано и сказано более чем достаточно. В мире их начали массово использовать и вносить в ПДД с середины прошлого века. Однако за столь долгий срок, несмотря на все требования и штрафы, привычка пристегиваться ремнями безопасности еще до конца не выработана. Ни у водителя, ни тем более у пассажиров. Обычный удар обычного автомобиля. На маленькой скорости, в которой сейчас есть ДТП, которые у нас постоянно остаются каждый день в нашем городе. Когда одна людина позаду просто не враховала отстань, но обличчя, когда человек не пристегнует, и она по инерции просто бьется головой от переднего сидения, которое перед ней находится, або об торпеду автомобиля. Масштабная информационная кампания «Пристегивайся, не бойся», призванная приучить автолюбителей пользоваться ремнями безопасности, стартовала в Одессе. У памятника дюку Даришелье на Приморском бульваре установили тренажер, имитирующий лобовое столкновение автомобилей. Несмотря на то, что скорость столкновения невысокая, кресло разгоняется по небольшой горке до 16 км в час, в полиции говорят, что этого вполне достаточно, чтобы почувствовать перегрузку. На жаль, не все граждане используются и не все граждане выполняют эти правила. Хотя 93% наших граждан понимают, что они должны это все делать. В свою очередь представитель консультационной миссии ЕС в Украине Павел Майхер отметил, что украинцы чаще всего игнорируют собственную безопасность, а информационные компании выступают эффективной мерой для изменения массового поведения. С учетом надобности ремней безопасности, автопроизводители постоянно корректируют их значение, а власти ужесточают правила. Однако береженого Бог бережет. Помните об этом каждый раз, когда садитесь за руль автомобиля или просто на пассажирское сидение. Пристегиваю вас. Готовы? Да. При съезде зубы не смыкаем. Скажете готовы, мы вас спускаем в право. Готовы. Честно говоря, так немножко испугалась. Ну, теперь я понимаю, что обязательно нужно пристегиваться, потому что это опасно при вождении. Да, еще бывает жарко, неудобно, надо пристегиваться, потом отстегиваться, еще бывает оно вот так давит, но не совсем комфортно. Но зато это безопасно. Оно очень неприятно, лучше просто пристегнуться и быть в безопасности. Я сам пристегиваюсь и советую всем, что жизнь одна, и лучше ее беречь, и всего лишь ремешок, никакие заглушки, ничего не поможет, как ремень. Многие не хотят пристегиваться, бывает такое, что подвожу человека, он такой, да, я говорю, пикает, пристегнись, чтобы хотя бы не пикала машина. Он говорит, да, я не буду. Ну, и помогает то, что сигнал какой-то есть в автомобиле, ну и вообще много людей сознательных, которые действительно садятся и сразу же пристегиваются. Зубы очень сильно ударились друг от дружку. В целом, в принципе, ну, не хотелось бы еще раз это ощутить. Пристегаетесь? Обязательно, всегда. И даже если еду на заднем сидении, где-то на трассе, то всегда пристегиваюсь. Это для нас самое важное. И ребенок у нас двух месяцев в автокресле. И тоже, даже если мы вдруг случайно заговорились и забыли ее пристегнуть, она нам сама напомнит и говорит, мама, вы меня забыли пристегнуть. В рамках кампании на официальном сайте патрульной полиции откроется раздел, посвященный использованию ремней безопасности. А тренажер будут устанавливать в разных частях города. Ближайшая возможность испытать на себе последствия небольшого ДТП будет у отдыхающих в парке Шевченко 8 мая в 11 дня. Василий Базовлук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». А какой сейчас?